Значит, если вылетает исключение из метода, который разработал другой программист, то это значит, вы данные подготовили неверно. Если же, когда вы пользуете чей-то метод, в проекте работает много программистов, вам, естественно, придется пользоваться чужим кодом или изучать его. И оттуда, вдруг откуда ни возьмись, вылетает какой-нибудь exception, то это значит, что тот программист, который писал метод, не предусмотрел вот эту пограничную ситуацию, точнее, выходящую за границу, и вылетел вот этот самый exception. То есть программист нехорошо разработал метод. Примеры тут, может, от простого, типа, вдруг вы какой-то параметр Null отправили, а на нем сразу метод вызывается, и вы знаете, что туда может быть. Или какую-то строку, из этой строки извлекается какое-то число, и там выскакивает какой-нибудь number, формат exception, а вы не подумали, что он может оттуда выскочить. Или что-то в этом роде. То есть, когда вылетает собственное исключение, то ясно, что программист об этом подумал, который разрабатывал метод, и знает, зачем это нужно. И даже, скорее всего, это еще и задокументировано. Поэтому мы никогда не бросаемся стандартными exception-ами. Стандартные exception-ы можно использовать в нескольких ситуациях. Совсем в нескольких. Например, если метод, ну первое, приватный метод. Ясно, что этот метод будет вызываться другим методом вашего класса. Ну, раз он приватный. И, соответственно, исключение будет обрабатывать уже этот метод. И никто этот приватный метод использовать специально без вас не сможет. В этом случае нет смысла обрабатывать этот exception. Или там вообще никак. Просто в секцию можно спокойно написать srows SQL exception, например. Обычно такое чуть-чуть можно расширить даже на методы пакетной видимости. На классы и методы пакетной видимости. Потому что это обслуживается пакетом. И, в общем-то, тоже не зря называется private package. Но для публичных методов это категорически запрещено. Еще место, где можно использовать прямо уж даже runtime exception. Или там exception initializer error. У вас будет такое место в проекте. То есть вам нужно будет законнектиться с базой данных. Проект у нас будет с базой данных. Нам нужно с ней законнектиться. Параметры коннекта можно задать, конечно, хардкодом. То есть константами. Но вообще, на самом деле, приличные люди читают это из файла. Ну, в частности, обычно из properties файла. Вы можете читать из XML файла. Это на ваше усмотрение. Но в основном все пишут из properties файла. Что такое параметры коннекта? Например, адрес базы данных. Имя драйвера, логин, пароль владельца базы данных. Ваше приложение работает с базой данных. И без базы данных работать не сможет. Значит, если в процессе чтения возникают какие-то exceptions, то, собственно говоря, ваше приложение и работать-то не сможет. В этом случае вы бросаете там либо exception соответствующий. Есть такой exception, initializer error, ошибка статической инициализации. А часто это делается в статических блоках. Ну, чтобы один раз только делалось. Либо просто runtime exception, который пролетает через все слои, и где-то сервлет его там словит, автоматически так же обернет его в свой exception отправить на соответствующую страницу, которую мы предусмотрим, страницу ошибок. То есть нет смысла обрабатывать эти ошибки, потому что мы ее исправить вообще не можем. Мало того, что исправить не можем, у нас приложение без нее работать не будет. То же самое, например, касается... Ну, не то же самое, а почему мы там работаем с собственными exception, заворачиваем в слои SQL exception. Она тоже завернутая и долетит до какого-то места. Ну, уже завернутая там в DAO exception. Ну, по слоям. Но мы с ним, по крайней мере, можем сказать, приложение останавливать мы не будем. Ну, вот, произошел какой-то сбой. Ну, бывает. Обрыв коннекшена. Вдруг в какой-то момент там... Ну, сбой интернета. Бывает. Приложение, само приложение стоит с application сервером на одном компьютере, а база данных на другом. Ну, бывает. Сбой связи. Это не критично. Ну, и тогда нам приходят уже на помощь проверяемые exception. Наши кастомные проверяемые exception. И мы с ним тоже ничего сделать не можем с этим. Тоже передаем на соответствующую страницу. Но это уже чуть-чуть другое. Поэтому раздел exceptions. И вот набор роликов, который у меня. Java, Error and Exceptions. Работа на самом деле с exception очень простая. Но с ними нужно работать очень аккуратно. По правилам. Все время. Правила все время одинаковые. Поэтому и главу учебники рекомендую посмотреть. И послушать те ролики. Потому что это все, повторяю еще раз, просто. Но важно. Я все время, конечно, буду на этом останавливаться. Обращать ваше внимание. Но лучше, чтобы вы сразу писали правильно. Так. Про кастомные exception. Все. Да. Сегодня мы еще там поразбирались с этими силят. Мы же с вами вчера вроде начали, да? Было дело? Или нет? Ну, интересные вещи, конечно, обнаружились. Можем, если время останется, поговорить еще. И на самом деле я вот в наших проектах и вообще вот в наших технологиях, что используется вот сейчас, и вообще при реализации там интерфейсов абстрактных классов, наследований, это достаточно существенная область применения. Я это, в общем-то, уже сейчас вижу. Как теоретик, так сказать, этого дела. И вот эти примеры, которые даже вот сегодня делались с ребятами, их надо будет просто там закопипастить в учебник, но пока без текста. Потому что надеюсь, что все эти суровые времена пройдут и книги будут издаваться и дальше. Так вот, как-то так. Значит, сегодня у нас на очереди... Значит, мы там методы с переменным числом параметров трогали или нет? Господа. Вчера было. Было. Значит, у нас на очереди перечисление их применения. И, опять же, ваш код. Так, вот. Шарим экран. Один человек прислал. Это уже хорошо. Не только все меня кормят завтраками, а кто-то еще и код подкидывает. Так. Так. Кто-то еще и код подкидывает. Так, шаринг экрана. Не сделал? Не сделал еще. Пять человек. Ну, я знаю. Вот мне в какой момент считать вас... Ну, было же вчера восемь вроде, да? Или шесть? Шесть было. Считать вас... Девушки нас покинули. Дружненько, я смотрю. Считать вас костяком этой группы. Чем меньше группа, тем выше качество. Обычно. Но, опять же, качество, конечно, выше, чем меньше группа. Но если вы не работаете, то никакого качества не будет вообще. Значит. Такую задачу вы сделали. Пам, фест, таск, уз. Епам, фест, таск. Один пакет лишний. Уз, епам, все правильно. Лишний либо фест, либо таск. Один пакет выбросить. Потому что обратное... Еще раз повторяю. Но, опять же, говорю, уж вы ж не были, вы могли не слышать. Обратный адрес заказчика или производителя программного обеспечения. Обратный адрес, значит, уз. Точка, епам. Дальше. Название проекта или задачи. Либо фест, либо таск. А дальше уже идут конкретные пакеты вашего приложения с вашими классами. То есть, в промышленных производствах есть вот такая модель. Четвертого пакета начинаются классы. Дальше. Мейн, как таковой, мы практически не используем. Но вам для простоты легкости пускай будет. То есть, он даже, в общем-то, мной, как уже заметили, вообще не просматривается. Ну и так как человек новый у нас. Странительно, так сказать, догоняющий. Давайте просмотрим проект, в общем-то, весь. Но я постараюсь побыстрее это сделать. Потому что нам нужно еще какую-то теорию проговорить. Опять же. Так. Ну давайте. Сущность. Custom Area. Custom Area Values. Custom Area. Без Observable пока, по крайней мере. Так. Ну ладно. Без Observable, так без Observable. ID и Массив есть. Illegal Exception. Illegal ID Exception. Знаете, вы так большое количество эксепшенов насоздаёте. Собственных. То есть я не против вот такого эксепшена. Ну ладно. Будем смотреть, сколько вы их тут создали. Значит дальше. Сеттер и геттеры. Ну геттеры, конечно, с копированием. Надо. Хэш-код to string. Со стринг-билдером. Хорошо. Custom Area Values. Не нужен здесь ID. Ему. Этому Custom Area Values. И он ему совсем не нужен. Хотя на самом деле. Значит. Вот я уже просто вижу тогда. Можно решать задачу с Варихаузом. Кто решал уже. Это только там делать не map, где есть ID в качестве ключа, а values – вот это ваши параметры в качестве значения. В Варихаузе может тогда храниться лист. Вы тогда по ID-шнику находите этот объект и в нем заменяете все значения. Делал Варихауз. Вы меня поняли? Другие. Да-да. Поняли. Можно и так. То есть я тут всегда готов пойти навстречу, если у вас ваше решение не противоречит общей концепции. Не противоречит. Можно и так. Дальше. Смотрим эксепшены. Номбер парсер эксепшен, проект эксепшен. Знаете, чем у вас здесь этот самый… Ну как? Чем грешит немного это название? Есть у нас стандартный legal argument эксепшен, там номбер формат эксепшен. Есть еще и парсер эксепшен, точнее парс эксепшен есть. В вашем случае для ваших задач достаточно одного единственного эксепшена. Ук там не матов. Ну вот фамилию написал. Project exception. Вот его и достаточно было бы. Я вам так скажу. Одного. На все. На все случаи жизни. Вот здесь. В вашем приложении. Остальные не особо нужны. Так. Компараторы. Человек сделал. Нам нужны сортировки. Давайте. ID. Компаратор. Ну вы делаете так. Customary. Customary. Get ID. Можно было по ID-шнику, конечно, просто минус написать. Ноя. Integent compare. Занимается тем же самым. Остальное не смотрим. Reader. Вспоминаем наш Reader. Так. Reader. Logger. Get Logger. Data Reader. Значит. Logger у нас какой? Используется. My Logger. Ах. Чуть-чуть-чуть-чуть. Слово «Май» у нас под запретом. Название. Слышите? Да-да-да. Просто Logger. Logger. Ну обычно сейчас, да, пишут в нижнем регистре по большей части. Ну хотя можно и вверх. На самом деле тоже не возборняется. Самое главное, чтобы был static final. Слово «Май» нигде не используем. У нас будет только «Майф Кейл» база данных. Хотя, опять же, по поводу базы данных, если вы знаете какую-то другую базу данных, то ради бога, любую базу данных вы можете использовать. PostGree – PostGree. Oracle – Oracle. Любую, которую вы знаете. Никаких ограничений ни для кого нет. Дальше у нас Read File – File Name – список строк. Каннер – File Not Founded Exception. И что мы дальше делаем? Ну а да, есть и сканер. Вдруг случился Exception. Всегда просматриваем ситуацию. Вдруг случился Exception. Что у нас произойдет? Так, мы спокойно идем дальше. Проверяем, сканер не null. Он null. Значит, идем сюда. И return, return – пустой список. То есть, ничего не прописали. Ничего не прочитали. Кстати, а зачем вам с Rose Project Exception? От кого это он тут? Раньше там у меня было Project Exception. Там я удалил. А, удалил, а здесь забыл. Да. Exception правильный. Наследуется Exception. Но я тут наследование проверял. Вот, вы смотрите. Такая вещь, она в глаза бросается. То есть, получается. Вот смотрите ситуацию с методом. То есть, если какая-то ошибка с файлом, он просто не найден. Но в файле были какие-то данные. Метод возвратит пустой список. Правильно? Возвратит. Теперь смотрим. Файл у нас есть, но в файле ничего нет. То есть, этого Exception нет. Здесь не Now, NextLine. Ну, нету NextLine. Не Split, ничего. Тут бить нечему. Оно ничего не сработает. Так. И тоже возвратится с пустой список. Вот смотрите. В двух разных ситуациях мы возвращаем пользователю, то есть программисту, который, программист-потребитель, который пользуется нашим методом. Возвращаем ему пустой список. То есть, в случае, если файла нету, то есть не найден. И в случае, если файл есть, но там ничего нет. Наверное, все-таки это ситуации разные. И нужно с этим что-то делать. В этом случае решение достаточно простое. Логгер вы записали, только не MyLogger. А вот сюда как раз написать throw new project exception. И передать туда файл not found exception. Он тогда сообщит, что выполнение прекратится. И скажет, что вот, видишь, файла ты нам не прислал. На, получи exception. Вот зачем нужен custom exception, кстати. Видите, прекрасно проиллюстрировались еще сами же. Ты не прислал файл, получи exception. И разбирайся теперь сам с данными, которые ты туда прислал. Есть ли у тебя там файл или все. А в случае, когда файл пустой, да, действительно придет пустой список. Ну, бывает такое, что ничего не прочитали. Ничего не нашли, например, в базе данных. Это то же самое касается с базой данных. Вариант работы. Понятно, когда все есть, все хорошо, вернется заполненный список. Ну, понятно. Основной положительный сценарий, Minds Access Szenario, мы, это у нас всегда, в любом обучении. И большинство тренеров, преподавателей, это самое главное, что вот, есть данные, есть файл, результат получен. Это основное критерий того, чтобы ваше задание было принято. А вы видите, с чего я начинаю? Мы должны все сценарии Variations просмотреть, чтобы наше приложение работало четко по всем вариантам. Значит, пустой файл. То есть, например, вы написали какой-то запрос в базу данных, например, ищете какого-нибудь пользователя по имени, ну, по фамилии. Ну, нет такой фамилии, даже части такой фамилии. Или всех пользователей с такой фамилией. Ну, может же быть, что нету. Нету. Что, возвращаемся в пустой список. Но если в процессе запроса произошел какой-нибудь эксепшн, SQL-эксепшн, то ли запрос, например, запрос неточный, то ли ошибка связи, ошибка connection, там много чего может быть. И вы ему тоже возвратите пустой список. Пользователь будет думать, что таких людей там нет. А на самом-то деле была ошибка, и нужно разобраться. И, например, запрос, повторите запрос через некоторое время еще раз. То есть нам нужно четко проговаривать это. В данном случае, вот если произошел SQL-эксепшн или какая-то штука, ну, тут файл от фаунта, там SQL. Я просто провожу, чтобы потом это не объяснять, потому что там то же самое будет. Мы бросаем этот эксепшн, и мы говорим, ну, Шому, видишь, неудача произошла. Или у тебя что-то с запросом, или что-то с базой данных. Вообще, почитай логи. А в логе, кстати, кого не хватает в логах, господа, подскажите ему? Что в этом логере не хватает? Так, не понял. Вы так и будете? Фо? Или же файл от фаунта эксепшн? Сам эксепшн или плюс е-гет-месседж. Точнее, файл от фаунта эксепшн, гет-месседж из него. А он там всегда, вот если вы с файлом работали, когда файл какой-то не найден, он что пишет? Он пишет, что по такому-то адресу вот файл с таким вот именем по такому-то пути не найдено. Было такое дело? Господа, было. Ну вот поэтому и сообщите пользователю, будьте добры здесь. И в эксепшн тоже самое отправить этот файл от фаунта эксепшн, в конструктор его отправить. Чтобы потом стэк эксепшн развернулся весь полностью. И там тоже будет написано. Первопричина вашего эксепшн. Вот хороший пример. Мы лишний раз еще разобрали. Но я знаю такую простую вещь, что господам обучаемым нужно проехаться по мозгам с одной и той же темой, несколько раз под разными углами, чтобы информация в конце концов осталась в голове. Что-то мы сейчас сделали возвращение чуть-чуть назад. Это очень даже неплохо. Делиметр? Ну пробел? Ладно, пусть будет такой делиметр. Я смотрю, регулярные выражения у вас вообще не в части. По всем. Нелюбимое выражение. Я вот искал регулярные выражения для white space, да? Слэш, слэш, эс, плюс. Слэш. И тогда их можно будет несколько. Слэш, слэш, эс, плюс. От одного до нескольких. Тогда не обязательно будет иметь один пробел, а несколько можно. Так, парсер. Что у нас с парсером? Логгер. Нембер. Валидатор. Ну валидатор совершенно не обязательно объявлять как поле. И, кстати, вот к этим самым валидаторам, интерфейсам, как раз вот эти силят и применимы. В том числе. Так. Лист стрингов. Их все в один массив. Или как тут там? Интежер лист, интежер лист, а потом. Ну да. Ну можно так, конечно. Ну ладно. Лист. Тут по идее. Map to int. Links. Ну, элемент. Парсинт элемент. У вас что? А. В одной строке что ли? Так. Нембер. Валидатор. Так, ладно. Значит, ну, во-первых, даже несмотря на то, что он static final, и мы здесь используем только функционал, у него нет полей, то, во-первых, нет смысла его делать final. Ну, это раз. Так. У него нет полей, то в этом случае вообще пишут в нижнем регистре, чтобы вот эта штука, она смотрится очень нехорошо тогда. Нембер. Валидатор. В нижнем регистре без подчеркивания. Ну, как обычно пишется имя. То есть такое лучше не делать. Сейчас я попытаюсь разобраться. Значит, у вас, мне не хочется в файл лезть, лист стрингов, и только один массив возвращается. Вы его, подождите, интежер листа или лист, это новый лист интежеров, берёте стринг, то есть у вас в вот этом листе стрингов один массив, и в каждом элементе стринга один единственный, ну, строкадно, правильно? То есть массив написан вертикально у вас. Ну, тогда это подходит, только вот это оформление неправильное. И валидаторы вообще в данном случае вообще можно, опять же, делать их там синглтонами и спокойно их объявлять прямо внутри здесь, не использовать этих самых. Ну, вот, кстати, по поводу number, parse, number, format, exception, number, parse, exception, ну, вот здесь подход верный уже сделан. Только что, опять же, можно лучше это project exception, подход верным, только вот здесь не хватает, E в логе. А вот здесь, да, сообщения, сообщения могут быть вообще одинаковые, константы их выносить не надо, и обязательно сам exception есть. Вот мне тоже интересно, почему вы в одном случае пишете правильно, а в другом случае пишете неправильно, причём в аналогичных ситуациях. И это очень часто встречается в моих обучаемых. То есть здесь практически правильно, вот здесь только не хватает, E-get message или просто E. Ну, вот практически правильно, а потом дальше нет. Ну, вот с этим, а в другом месте не так. Со стримами хорошо, я знаю, что вы со стримами хорошо умеете обращаться, но в принципе вы могли бы и parsing провести тоже в стриме. Всё вообще вложить в это. Ну, только что обработка exception тут проблематично внутри была бы. Вот для этого валидаторы существуют, чтобы except parser не было. Тут ery parser и ery parser с валидатором. Да, вот эту. Вот там с валидатором нужен exception, да. Вот здесь валидатор делает. Вот это всё можно было бы сделать одним. Ну, собственно говоря, раз вы любите, раз кому-то нравятся стримы, стримы — вещь красивая, конечно, но это всё можно было бы сделать с одним. Стримы для этого и сделаны. А сервипозиторий, компаратор, сервис, Так, что у нас тут с сортировками? Sorting, Custom Eries, Interface, Sort, List. Так, ну-ка. Сделал так, как я говорил. Sort by First Element, то есть в имени у нас запрятан алгоритм. Подожди, какой же тут? У меня есть компаратор по первому элементу. Нет, компаратор-то это прекрасно, но у нас три способа сортировки. Нужно было просто кастомно ручками их запрограммировать, а не использовать стандартные. Ну ладно, это я уже... Сейчас может и не делать, потому что вам догонять придётся. Так, три способа сортировки – это не по компаратор. Это у нас могут быть сортировки уже для самого репозитория, а в задаче в первой там просто три способа сортировки пузырька. А, это есть у меня, по-моему, в пакете сервис. Сейчас я посмотрю. Ну так у меня это тоже. А, ну вижу. Так вот их тоже нужно было организовать в виде общей иерархии. Ну это я, как, собственно говоря. Это, кстати, было бы подходило вам, подводило бы к шаблону и как к команд, так и к шаблону... Как его там называют? Ладно. Хорошо, ладно, сделали это хорошо. Теперь, значит, с валидатором. Давайте валидатор здесь всё-таки интерфейс выводить. И специальные символы всё-таки используем здесь. Слэш, слэш, д. То, что минус вопрос, это молодец. То есть, ввёл, что-то я говорю, при вашей общей нелюбли и вашей группе к регулярным выражениям. Минус вопрос обозначает, что минус... Ну, у нас же число ищет, правильно? Минус, либо он есть, вопрос обозначает либо ноль, либо один, либо его нету, этого минуса. Ну, это вот этот циркумфлекс или цильда. И это обозначает начало и конец строки этих символов. То есть, либо нет, либо есть. Обычно вы этой штукой отрицательными числами вообще пренебрегаете. Так что, это... Звёздочка значит, что этих символов от одного до сколько хочешь. Ну, тут, конечно, есть вопрос с интежерами. Цифр на самом деле не до сколько хочешь, чтобы попасть в инт. Ну, ладно, пока мы это не трогаем. А вот здесь, мил человек, вот здесь нужно в верхнем регистре с подчёркиванием и с конкретным указанием на что это. Регекс, типа подчёркивание там... Ну, натуральная, нет, натуральная. Ну, короче, число. Number. Ага, понял. Подождите, есть натуральные числа, а вся числовая прямая как называется? Натуральная это положительная, а вся числовая прямая целые числа, вот. Целые числа. Правильно? Что-то у меня математически выскочил термин. Регекс на целые числа. В верхнем регистре. Вот видите, там написал правильно, здесь нет. Следите, господа, всюду должно быть одинаково. Значит, здесь, да, правильно было сказано, валидаторы не бросают эксепшены. Задача валидатора получить число и сказать нехорошее число. Кстати, в лог можно написать тому число это, строку эту, намбер сюда приплюсовать. Почему оно нехорошее? Вполне. И возвратить false. Не надо бросать эксепшены. Задача сделать плохой-хороший, оценить. Плохое число или хорошее. Всё. А уже что делать с этой информацией, пускай думает сам программист. Сказали ему, число нехорошее. Если ему это критично, он будет там эксепшены бросать. Если не критично, вообще может пропустить. Или заменить каким-нибудь значением по умолчанию. Ну, например, какая-нибудь стоит сортировочная машина. Тот самый, сортировочная машина, не знаю, для яблок, например. Яблоней, да, я видел, какие у вас огромные яблоневые сады. Сортирует машина на яблоке, например, мелкие, средние, крупные. Так? И вот, например, представьте, что вот он в какой-то момент, эта машина, попал туда яблок, он вообще не сработает. Там на крупный скажет, что мелкий, откинет куда-то в сторону вообще. Или скажет вообще, что он плохой. Ну, собственно говоря, либо попадет не в ту кучу это яблоко. Мелкое в крупное или крупное в мелкое. С точки зрения того же магазина, гипермаркета, это что? Да ничего страшного, правда? Особо на такую ошибку не обратят внимание. А представьте, например, опять же условно, что эта машина сортировочная сортирует не яблоки, а алмазы. И вот тут ошибка уже стоит, ну, очень-очень дорого. Правда? Если этот алмаз попадет куда-то не туда. Соответственно, и с данными. Если в данные к вам попадает, вот результат о том, что это данное плохое, если это серьезно, то да, вы будете принимать серьезные меры. Если не серьезно, значит, сделаете что-то, примите к сведению и все. Поэтому не валидатору решать, что с этими данными делать. А решать тому, кто этот валидатор вызывает. Поэтому никаких эксепшенов валидаторы не бросают. И, соответственно, если эксепшен произошел внутри, он, чем глушится, и вот это самое значение, да, выставляется в false. И все плохой. А ты делай, что хочешь. Так. А, так у нас обсервера нет. Есть репозиторий. И спецификации. Ну, давайте репозиторий смотрим. Есть репозиторий. Void. Save. List. Query, query, query. Так, подождите. Ой-ой-ой. Query, 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 query. Да, я не понимаю, зачем вам спецификации. То есть, подразумевалось, что вместо вот этих, сколько у вас методов, 8 методов, у вас вообще будет 1 метод. Что-то я тут увлекся. Чуть ли не сказал, что это хорошо. На, посмотрим дальше. Синглтон. Нет. Если вы сделали синглтон, то статик вот здесь уже не нужен для того, что вы храните. Слышите? Он уже не нужен. Вот этот объект уже будет в единственном числе. Статик выкидывается. Конечно, то же самое касается. Нам не нужны ни в Rihau. Вот здесь статик выкидывается, а вот это вообще все выкидывает. Оно здесь вообще не нужно. Так, getInstance. Ладно, здесь понятно. В соответствии с тем выкинется это. Так, а? Спецификация. Мне просто интересно, где тут спецификация применяется. А, вот так. Или then. Метод просто нужно сделать одинаковый. Ну, взгляните вы на репозиторию. Есть у меня ролик соответствующий. Сейчас я его вам покажу. Один момент. Сейчас я покажу вам этот ролик. Сейчас я вам этот ролик покажу. А, вот это у моих все были. Плейлисты. Дизайн паттерн. Вот расписан репозиторий. Вот, 10 минут. Я уже сейчас повторять не буду. Сделайте как там. Потому что у вас репозиторий неправильный. Так. Дальше. Дальше, дальше. Верхаус. Верхаус простой, но он у нас не имеет смысла без... Ну, вот, кастом и ревелюсь. Так как вы его написали кастом и ревелюсь, здесь вам не мак не нужен, а просто лист этих кастом и ревелюсь. И опять же, не нужен в Синглтоне вот этот статик. Потому что вы уже сделали все для него. Ну, а это да, тут все правильно. Так, хорошо. Больше у нас сегодня... Так, появился человек один, потом исчез еще. Пятеро. Было шестеро. Так. Теперь. Значит, перейдем. Давайте в наш код. И, собственно говоря, в те же самые инамы. Я вот сейчас просто думаю, что здесь, может быть, писать особо не стоит, а может просто рассказать про инамы на том, что сделано. Это будет, в общем-то, быстрее. По сути. По сути дела, это будет быстрее. Так. Значит, что было до инамов? Вот когда нужно было обозначить там какой-то ограниченный набор каких-то значений, которые имеют одно отношение к чему-то одному, например, не знаю, марки автомобилей, пользователей, страны мира, то делали класс и в нем делали public static final константы, guest, ну и обозначали какие-то числовые значения, им даже давали соответствие, либо строки здесь были. Там guest, клиент, модератор, чтобы имя имело и значение. Делали так. И приватный конструктор. Ну и работалось с этим, например, вот таким вот образом. Если роль, если роль единица, то, например, могло вот так. Модератор, админ, каким-то образом, с этими ноликами, единичками. Может, следовало бы со строками это сделать. А, ну просто тогда еще строк не было. И там ведь in. Вообще нужно было конент, конечно, не роль. Ух ты. Роль. Роль old style. Класс. Ну да. Подождите. Здесь. Наверное, я тут почему-то убрал. Смотрите. Например, роль old style. Ух ты. Единичку. Сохранить. Точка. У нас был клиент. Вот так. Никогда не программируйте в варде. Ну, как раз был единичка. Интересно, что-то я так по-умному сделал сначала. Вот. Клиент. И, соответственно, роль от 1 до 1. Это прорабатывалось. И тут, кстати, не хватает брейков. Правильно? Ах ты, черт. Что это он так? Сейчас. И тут не хватает брейков. ко всему прочему. Как всему прочему. Пометить. Их не хватает. Это уже верстательная программа. Так делала. брейки надо расставить все-таки. Сейчас копипастам. Что за фигня? Что она лепит их в такую? То и тут тоже. Удивительно. Залаживаю. И тут. Ладно, потом разберусь. Понятно, что тут ерунда какая-то. Брейков не хватает. Ну, для чистоты эксперимента. На колени писалось. Что решили сделать потом, когда ввели класса нам. Вот набор перечисляемых перемею. Перечисляемых этих самых элементов. Кстати, это синглтон. Идеальный. И создаем объект роль. И нам можно передавать сюда в кейсы. И, соответственно, все работает. И то же самое не хватает здесь брейков. То же самое не хватает брейков. Ладно, не буду я сейчас с этим возить, но уже потом, что-то уже будет вот так делать. Очень странно. Ладно. Дальше. Раз это класс, он наследуется от класса travel on can on. Это final класс. От него наследоваться уже никто не может. И вы сами от java.lang и нам тоже наследоваться не можете. Так. Это зашито в реализации ключевого слова. Так. Ну раз это класс abstract, но у него есть методы статические, например, для получения всех элементов массива, элементов перечисления в виде values. Методом values. создание на основе типизированной и не типизированной на основе строки элемента. Позиция. Они все считаются от нуля. 0,1,2,3. Name. Это имя элемента такое же, как в ToString. Name и ToString работают одинаково. Только ToString приопределить можно. Name нет. И компету сравнивать элементы на больше, меньше, либо равно. по позиции. Так. Далее. Так как это класс, то этого класса могут быть поля, если нужно. Сколько хочешь и какие хочешь. Например, TypeName. Ну, я решил здесь по-простому, но на самом деле нужно было шамбут другое. TypeName. Соответственно, в конструкторе появляется вот такая запись. и сюда передается какое-то значение. И на самом деле, не знаю, может быть, не знаю, какому-то отвергиванию добавлять. Гвест, гвест 0, там, не знаю, клиент 1, ну, например, если хочет, вот так, модератор 2. Ну, чтоб не совпадало полностью, потому что оно утрачивает чуть-чуть свой смысл. Администратор 3, например. Но это не точно. Ну, не знаю, А, Б, Т, Д, например. Так даже лучше. Так. Далее. Кроме всего прочего, вы видите, раз есть поля, есть конструктор, это могут быть и методы. В частности, например, метод подсчета площади. Есть у нас Rectangle, Triangle, Circle, метод DefineSquare и метод с переменным числами параметров. И Switch This. Если Rectangle, то так, Triangle, то вот так, Circle, вот так считается. По умолчанию бросаем Exception. Ну, опять же, я не могу писать собственные проверяемые Exception все время и всюду. Поэтому собственно, и всюду, поэтому ну, бросаю стандартные здесь, и все. У меня выхода просто нет. Можно, конечно, было бы это пропустить, но лучше этого не надо делать. Дальше. Что у нас дальше? Ну, здесь применение. Видите, по ссылке у нас разные значения принимаются и считаются разные площади. Ну, правда, для одинаковых параметров. Так, что еще? ToString. Так, ну, вот со стримами неправильные применения перечислений. Например, вы используете название самолета, марки самолета и его модели одновременно. Вот, кстати, вот тут, наверное, то же самое сделал. Ну, а BCD, наверное, ладно, пусть будет. Нет, давайте все-таки исправим здесь, извиняюсь. Не нравится тут. Просто будет подчеркивание спереди, подчеркивание сзади, пускай так. Тоже шило, тоже не очень хорошо, но это лучше, чем вот это самое перечисление, чем эти буквочки там. Зачем это нужно? Просто, чтобы отличалось от самого админа. Ну, или полное название, может, клиент, guest одинаковый, там, модератор, администратор отличается, ладно, так будет. Так, извиняюсь. Значит, здесь правильнее было бы сделать для этого Enam, например, вот такой вот Enam Airbus Boeing и класс Plane, у него будет тип и модель, ну, номер модели как вторая часть. То есть, сложных именований лучше избегать, как правило. перечисления. Да, что-то тут ошибок много. Так. Теперь следующая часть, и вы ее, в общем-то, должны знать. и мьютабл река. Очень часто спрашивают. Это неизменяемые кладки, да? Да. Мы это проходили с вами или нет? Проговаривали или нет? Я не помню. Ну, хорошо. Мы можем это сделать чуть быстрее. мы можем это сделать чуть быстрее. во-первых, immutable. Type. Сами, когда пишем его. Что для этого нужно сделать? Это всегда final class, чтобы никто уже не наследовался и не делал с ним все, что хотел. это приватные поля. Это, ну, как правило, один конструктор, который именно эти поля и принимает для нециализации. Это методы только по доступу к этим значениям. Никаких сеттеров, никаких других методов, которые изменяют это значение, быть не должно. Не должно от слова вообще не должно. Вот это базовый immutable. Что делать в случае, если здесь какой-нибудь стрингбилдер? Это вы можете сами решить. Как в таком случае делать? В Java 14 или 15, не помню с какой версии, четко введено понятие immutable типа собственного. Это через ключевое слово record. теперь то же самое, что там написано выше, вот здесь, делается в одну строчку, а именно пишется public record, наследуется от класса java.lang.record, так же, как и нам, поэтому я их вместе и поставил. Так, что-то у нас с интернетом? так, я пропадал тут чуть-чуть? да, 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 да. так, возвращаемся назад, значит, сделано все в одну строчку, вот это не смотрите дальше, это просто свои методы может быть, record, immutable rec, и дальше идет вот такая странная запись в круглых скобках, она же обозначает конструктор, она же обозначает имена и тип данных полей этого иммютабл типа. Кроме всего прочего, этот класс генерит автоматически вместо геттеров методы name и id имени, а так же сгенерит и equals их и equals хашкода и toString вот, id name toString и вот equals, ну, хашкод я уже не стал вызывать. Вот это уже прирожденный иммютабл. Слушаю. Когда мы создаем хашкод собственными руками, результат другой, а когда используем ломбок, а результат вообще другой. Как можно? Какой можно использовать? Подождите, а в ломбоке что вы там? Там тоже вроде есть вы можете же там в ломбоке вроде, я просто особо им не пользовался ломбоком, там же можете указать, что есть геттеры на поля, но сеттеры можно не указывать или как? И какой результат другой? Результаты разные. Ну, так надо посмотреть, показать, какие разные, и тогда разберемся, почему. Сейчас я расправлю. Ну, давайте, отправляйте. Сейчас будем пытаться разобраться. Так, ну, по поводу декомпозиции мы с вами и так занимаемся декомпозицией. Да, надо брейки там порасставлять, конечно, мне в этой самой. Как это я? Тут пример запускался, а тут пример просто не запускались те примеры. поэтому брейки тут и не ставились. все, я понял, как это я сделаю. ладно, потом сделаю. страны, вещи вор творит. Так, ну, где вы прислали? Куда вы прислали? Нет, нет, еще не прислали. Сейчас. Так что, следующая тема у нас как раз будет наследование. Здесь мы усилит. Рассмотрим еще раз уже на более глубоком уровне. Так. Брейк. Брейк. касается здесь. Здесь ворота. Редактор субтитров так а значит давайте про наследование начнем по крайней мере говорит вам боком там нюансы конечно ну к с чем угодно могут быть нюансы если честно чем угодно и почему по-разному посмотрим не тоже ламбок надо поставить тогда наверно чтоб я пример этот запустил так давайте другой проект открою подключу ламбок подскажете мне вот этот на этом я тут все тренируюсь подскажете мне что там прописывает в этот самый в полник да вот здесь всякое это самое так ну что то у меня был тоже что там чтобы писать подскажите просто ломбок группа и делом балка все он а у меня он что-то отказывается подсказывать видите мой почему-то группа иди а вот не хочет я это давно заметил так артефакт ломбок группа иди орг точка проект ломбок орг точка project ломбок project точка ломбок а хорошо сейчас посмотрим раз так уж такие вещи полезно разобрать так то куда вы прислали или что никуда то есть мне в принципе она раз у классы создадите тогда давайте уже сразу классы сюда и ставлю и посмотрим в чем ну по поводу в рекорда ну рекорд создадим соответствующий класс и обычный и мьютабу дальше по поводу ломбока в обычных заданиях вот которые мы с вами делаем сейчас ломбок использовать нельзя в веб-проекте который будем писать ломбок использовать можно слышите сейчас я просто хочу чтобы вы четко поняли и квалс хэшкод ту стринг как они работают конструкторы и прочее со свойствами со всемами вы это должны знаете отвечать чисто теоретически вот с этим связан этот запрет в веб-проекте уже ладно нравится вам ломбок ради бога я пояснил свое требование так ну где они время отправим группу сейчас так ломбок тест срт просто создал два класса одинаковым полям так давайте значит копия должен взять наверно только вот вряд ли он он же у меня добрый он же не распознает их хотя нет распознает ух ты а чё это он там стал что там внутри такое было у вас я не понял ладно у меня тут что он не такого тут напихал он этот бин что за д д д л к где где дэвид так ладно бэссу нам бэрс давайте создадим папочку ус нью не будем там уже расписывать и остальные ведь сюда вставим к елке он не вставляет зачем мне либо суда в околе ничего не понял то это что вот это телевизор не работает что тут ладно что делать будем ручками переносить ну так зачем мне вот эта штука так не грамм до downloads или грамм десктоп дата вот ваш ламбук тест откуда он брал копировать день Project опять бин ламбук сюда знаете что найти распакую эти файлы муж это какой-то бред полный полный бред f5 копии еще раз пас вот картинка такое ощущение нужно перезапускать компьютер так вот значит есть person обычная name get names name equals хэш-код есть другое person который и колсен хэш-код но арк конструктор пол аркс конструктор дата так и в чем а мэйн у нас в чем разница мы нету ничего нету нет я понимаю а вот два класса разных но вы говорите что по-разному а что разное хэш-код разный а ну хэш-код может вычисляться по-разному ну тут и не стоило даже это заводить я думаю что по-разному хэш-код может вычисляться по разным алгоритмам вы можете сами за для вашего класса сделать вот смотрите любой вот есть какой-то класс так вот айди у него только одно поле давайте добавим еще какое-нибудь я бы этого и не заводил все это у кого-то странно странные вещи напоролся только у себя ring name например корабля давайте сгенерим этому кораблю хэш-код equals и хэш-код вот equals вот хэш-код мне ничто не помешает и никто не помешает например вот здесь вместо 31 написать 7 хэш-кода будут разные у них алгоритмы разные внутри и на самом деле это не сильно ни на что-то не повлияет или сделать нужно что более качественно вот здесь изначально вот это умножить на 31 пожалуйста будут разные хэш-коды при разных этих самых но в пределах ламбока вот с этим объектом все хэш-коды будут по одному алгоритму вычисляться то есть алгоритм просто должен быть ну тот который вы выбрали и более-менее корректным мы зря не зря тут время с вами потеряли разный да и я уверен что у рекорда вот смотрите вот сгенеренный этот вот смотрите вот хэш-код нарисовали так equals где тут у нас хэш-код вот хэш-код этого и я практически уверен давайте мы сделаем рекорд на него раз уж рекорд изучаем давай класс рекорд и назовем как там кто там у нас персон рекорд назовем я практически уверен что хэш-код будет скорее всего другой персон рекорд скорее всего стринг кто там у нас name был да string name вот объект один вот второй в мэйне давайте создадим объект персон одним из персон персон new персон хэш-код чтим уверен я не говорю что уверен с одинаковыми именами ну пускай будет а и персон рекорд тоже скорее всего будет тоже самое а точка запятой и давайте си ауты сделаем персон точка хэш-код и аут персон рекорд точка хэш-код это могут быть одинаковые не берусь тут сказать честно говоря заранее какой результат ну что так долго они одинаковые а это просто строки выделили выделили видите одинаковый алгоритм у символа а код 97 они его и выдали в качестве этого значит а б тоже будет одинаковые например ну между собой одинаковое значение не знаю но код символа какой то единственное что можно посмотреть у этого персона а у нас есть другие методы генерации способа generate equals хэш-код и мы выбираем ну вот например с этим а есть еще другие другие библиотеки ну может быть скорее всего одинаковые будут считать по символу там со строкой они будут они просто обращаются надо второе поле вводить вот они разные стали видите обжиг и космос свой отличающийся общепринятого нами видите если вернемся к а ну-ка а а а а это ну-ка а если и это а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В чем смысл назвать интерфейс Serializable? Так, ну Serializable вообще, конечно, тема сейчас не этого касается, но тем не менее... Значит, ну давайте... Вообще тут к понятию Immutable имеет отношение... Ну, отдаленное... То есть не совсем Immutable... Вот обычный класс... Вот у нас... В текущей теме отношение имеет с классами... Значит... Есть, было такое понятие и существует сейчас понятие Java Bin... В чем оно заключается? И вообще-то вы это тоже должны знать и отвечать... Во-первых, это класс сущность... То есть класс, который несет информацию... Например, класс Person... Имеет описание какой-либо персоны... ID, Name, All, Возраст и так далее... Ну, здесь написан только Name... Нам достаточно для демонстрации... Это... Поля все... Они должны быть инкапсулированы... Это второе свойство... Так... Инкапсуляция полей... Значит... Это класс сущность... С инкапсулированными полями... Класс Public... И обязательно должен иметь... Конструктор... По умолчанию Public... Public-класс и конструктор по умолчанию Public... Это еще одно свойство... Дальше... Должен иметь... Корректные Getter-ресетторы... И... Соответственно... EqualsHashCodeToString... Но это, так сказать... До кучи... Кроме всего прочего... До понятия Java 1.4... Было такое... Обязательное свойство... Сериализуемость... Значит... Серилизацию мы с вами будем смотреть отдельно... У меня задания нету... По серилизации... Но... С теоретической... Как теоретическая часть... Это... Имеет... Серьезное значение... Что такое серилизация? Это... Возможность... Сохранить... Объект... Или передать его куда-либо... В виде потока байт... Сохранить... Передать... С возможностью дальнейшего восстановления... Какие они там представляли себе это практическое использование... Тут объяснить достаточно легко... Java, в общем-то, изначально не предназначалось для веба... А предназначались некие, например, консольные приложения... Которые работают между собой... То есть... На одном компьютере запущена одна часть... На другом... Запущена такая же часть... На третьем может быть серверная часть... И они обмениваются между собой объектами... И чтобы обмениваться было проще... И придумана была вот эта самая серилизация... То есть вы передаете объект в виде потока байт... А он потом там восстанавливается... Значит... И... Как таковую... Тогда мы это и рассмотрим... Значит... Вот это возможность сохраняемости... Сериализуемости... В Java 1.4... Появились классы... Так называемые... XML Encoder... XML Decoder... Сейчас... XML... N... Coder... XML Decoder... Тоже видите... Пакет так и называется... Видите... Java Beans... Для бинов... С помощью которого... Вы можете... Сохранить объект... Видите... Тут про кнопки... Куда-то... В виде... В виде... В виде... XML... Сохранить объект... А Decoder... Позволял его... Восстановить... С этого момента... Наличие... Имплементации... Вот этой самой... Serializable... Ну я тут не написал его сейчас... Implement Serializable... И... Serializable... И стало быть необходимым... Свойства класса Java Bin... Вообще... Что такое Java Bin... Как он где используется... Во-первых... Есть технологии... Где мы... Будем создать... Можно создавать объект... Зная только имя класса... Объект по умолчанию... А для этого нужен... Паблик конструктор по умолчанию... Также мы можем обращаться к методам... Get и Set... Только по именам полей... А Get и Set... Эта технология будет... Создавать сама... Эти методы... Сама их генерировать вызов... И если методы... Get Set некорректные... То... И ошибка будет... То же самое... Вызывать тот же самый... ToString... На этом объекте... Когда он выводится... То есть... Это для некоторых технологий... Эти технологии... Были раньше... Значительно более популярны... Чем сейчас... Но тем не менее... Знание осталось... И оно... В общем-то... Достаточно важное... То есть... Понятие Java Bin... Оно бы все равно мной проговаривалось... Но раз вы тут... Завели про сериализацию... Речь... И оно оказалось... В общем-то здесь... Ну... В строчку... Так сказать... К теме... То я... Соответственно... Его... Решил сейчас... И продемонстрировать... Значит... Понятие Java Bin... Вы должны проговаривать... Господа... Все... Это сущность... Это... Инкапсулированные поля... Это... Паблик класс... И паблик конструктор... По умолчанию... Это корректные... Get-ресепторы... То есть... Корректные... Построенные... Например... Get-name... Такой... Уже некорректный... Ну... И... И... Сериализация... Сохраняемость... Начиная с Java 4... Достаточно... Чтобы... И работал... Вот... Упомянутый мной... XML... Encoder... Декодеры... Там, где у меня понятие сериализации... Описывается... Это там потоки ввода-вывода... Кстати... Потому что имеет отношение к ним... Там же вот эти... XML-encодеры... Декодеры... Там есть примеры... В каком виде объект будет выглядеть... То есть... Там все очень просто... Хорошо... Это к этому... Отнеслись... Я вот сейчас думаю... Десять минут... Начинать ли нам... Наследование сейчас... Что мы... Вопросы еще есть у вас? Давайте так... Пока решим... И вы... Большее количество людей... Обещало код принести... Понедельник... Так... Понедельник занятия не будет... У нас опять праздник... Так... Значит... Следующее занятие... В среду... Среда четверг... Продолжаем так... Шесть дней... Господа... И все-таки... Я хочу увидеть... Большее количество кода... А то сейчас получится... Что учится один пак... Писать код... Остальные просто слушают курс... Это неправильно... Пишите код... Ну вот... Подключился... Видите... Он подключился... Он что-то не так сделал... Я ему указал... Как исправлять... Если вы не будете приносить код... Я вам ничего не скажу... Потому что я ничего про вас сказать не могу... И ничем вам помочь не могу... Так что нужно писать код... Теория... Это все прекрасно... Рассказы... Это все красиво... Отдельные примеры вопроса... Это тоже неплохо... Разбираемся... Там вот... Даже вот... Нововведение языка... Это все великолепно... Но чтобы стать программистом... Этого крайне недостаточно... Нужно писать код... Очень интересно... Тут копировалось... Нужно писать код, господа... Я уже не призываю... Я уже просто кричу... Но это... Как говорится... Глаз... Пустыни... Который хочет... Вопиющий... Да... Хочет воды попить... Но никто его не слышит... А вы сами знаете... Что такое вода... И когда очень жарко... Да... Вы это знаете лучше... Чем я... Учитывая ваш климат... Так вот я тоже... Хочу от вас кода... А вы такие недобрые... Не хотите мне его дать... А я вот... Спросить хотел... Слушаю... Задание... Намного по точности... Которое вы скинули... Тут получается... Индивидуальное задание... Да... Выбрать одно... Выбрать одно... А... Одно выбрать, да? Да... Нет... Нет... Не надо... Одно... А... Все... Понял... Спасибо... Я же просто его еще не пояснял... В принципе уже пора эту... Многопоточность пояснять... Но вы не... Не принесите мне репозиторий... С варехаузом... Сабсервером... Куда я могу дальше двигаться? Я же говорю... Что я буду пока одного учить... А не жирно ли это все ему одному? Господа... Пока я есть... Ваша задача... Вытряхивать из меня знание... А вытряхивать знание... Можно не только теорией... А и кодом... Нужно не только теорией... Но и кодом... Вот так... Ну что... Вопросы еще есть... Уже не будем начинать... Пять минут осталось... Нет... Не вижу никакого смысла... Если вопросов нет... Что закончим... И до среды... Ух ты... А... Это... Красиво... Так... Есть вопросы еще? Нет... Нету... Хорошо... В общем... В среду... Ну... Слушаю... Нету вопросов? Я всегда готов выслушать... Нет... Хорошо... Господа... Тогда до свидания...